В деле Екатерины Пузиковой это уже вторая апелляция. Суд предыдущей инстанции приговорил ее к 9 годам лишения свободы. Но это решение суда оспаривают все. С требованием пересмотреть приговор выступила сторона подсудимой, потерпевших и гособвинения. В зале суда родственники покойного Дмитрия Пузикова и его вдовы Екатерины, которую обвиняют в убийстве мужа. Подсудимые на видеосвязи и следственного изолятора. Разбирательство по громкому делу об отравлении банкира длится уже 5 лет. По версии обвинения Дмитрия Пузикова убила жена, которая якобы добавила ему в пищу яд. Мол, 23-летняя Екатерина с грудным ребенком на руках, узнав, что супруг ей изменяет, решилась на преступление. В деле фигурирует злополучное картофельное пюре. Якобы на семейной вечеринке Пузикова специально приготовила это блюдо для мужа и подала на стол, подсыпав туда талий. В отношении Кати нет вообще никаких доказательств. Не ее осведомленности о яде, не ее причастности к тому, чтобы этот яд где-то найти. Даже никакого интереса относительно этого яда. Ни самого яда, ни следов яда на руках у нее, ни следов яда в той тарелке, в которой она подала пюре. На заседании дают слово и самой Екатерине. По словам девушки, мужа не ревновала. А уж тем более убивать его, когда на руках больной ребенок, не было и мысли. Но признается, оправдываться столько лет подряд уже устала. В вину дочери не верят и мамы Екатерины, утверждает, мотивов у Кати не было. Но они, по ее словам, могли быть у родственников покойного банкира. На той роковой вечеринке присутствовал двоюродный брат ее зятя и его друзья, которые в дальнейшем давали показания против Екатерины. Противоположная сторона обвиняет нас абсолютно, я не знаю, как это, огольно, злонамеренно, ложно. Причем они, вот смотрите, как только Дима умер, через месяц все имущество, движимое и недвижимое, вы знаете, перешло дяде Сергею Витальевичу. Те, кто, значит, клеветал на мою дочь, давал ложные показания, фальсифицировал факты, они получали дельничное вознаграждение. И дальше в виде квартир большие подачки, родственники. То есть, вся семья Пузиковых против Екатерины. В 2015 году Екатерине уже был вынесен приговор. 7 лет лишения свободы. Тогда защита подала апелляцию. Суд жалобу рассмотрел и постановил отправить Пузикову за решетку уже на 9 лет. Защита считает приговор несправедливым и требует полностью оправдать Екатерину. Отчасти с адвокатами соглашается и гособвинение. На наш взгляд, то наказание, которое назначено последним приговором Красноярского районного суда является слишком суровым, поскольку ранее назначалось более мягкое наказание в виде 7 лет лишения свободы, а не так, как сейчас в виде 9 лет лишения свободы. Защита семьи Пузиковых, в частности матери Дмитрия, тоже считает приговор несправедливым, слишком мягким. По мнению стороны потерпевших, Екатерина виновна. Суд разобрался во всем, дал правильную оценку собранным доказательствам, совершенно законно и обоснованно признал Екатерину Григорьевну виновной в совершении данного преступления. Они считают, потерпевшие, что в 9 лет лишения свободы приговор является несправедливым, если назначены мягкости, назначены наказания. Естественно, будут просить назначить более суровое наказание. По словам защиты, Екатерина настроена на борьбу. Родственники девушки намерены дойти до Верховного суда. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.